Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Если хочешь быть здоров – прививайся. Вакцины получили уже 46 тысяч анапчан. Мельпомена в помощь. В Анапе с помощью театральных постановок решили бороться с наркоманией. Серебро первенства мира в Анапе. Как сегодня встречали наших самбисток Дину Воронину и Дарью Типчук. В Анапе представители профильных служб стран, входящих в организацию черноморского экономического сотрудничества, вырабатывают механизмы взаимодействия при лесных пожарах и наводнениях. Специалисты говорят, что по разным причинам тема год от года становится все актуальнее. Решения, выработанные на анапской земле, вполне могут стать основой для нового международного соглашения. Представители стран-участниц организации черноморского экономического сотрудничества смотрят фильм про возможности своих коллег из МЧС России. Специалисты намерены выработать механизм взаимодействия в случае возникновения лесных пожаров и наводнений. В организацию входят 12 стран и для всех актуальны обе проблемы. Прежде всего из-за деятельности человека, а также из-за изменения климата. В частности, за последние пару лет Сербия пережила самые крупные в ее истории наводнения. В первую очередь есть понимание, что в случае крупных чрезвычайных ситуаций имеется необходимость для разных стран совместно работать, помогая друг другу. Более того, в рамках организации мы можем совместно реализовывать проекты, направленные на предотвращение развития чрезвычайных ситуаций. Вероятность такого развития событий снижается при принятии подобных проектов и мер на высшем уровне. Россию на два года избрали координатором направления, связанного с противостоянием лесным пожаром и наводнением. Специалисты МЧС готовы перенимать опыт и делиться собственными идеями. В частности, в ведомстве считают, что действием в случае природных катаклизмов необходимо учить с детства, начиная с интерактивных игр и заканчивая серьезными пособиями для тех, кто постарше. Дети должны знать, это абсолютно точно, это проведение тренингов, которые мы готовы организовать на своей территории, коллеги, которые смогут приезжать и к нам в Россию делиться таким опытом. В конце концов, выработка единых методических рекомендаций, как нужно вести себя для того, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Еще раз подчеркну, что наш приоритет – это, прежде всего, проведение всего комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций. Организаторы отмечают, что Анапа – город по-своему уникальный, богатый природными и историческими ценностями. Мероприятия Организации Черноморского экономического сотрудничества здесь проходят не впервые, как и в Краснодарском крае в целом. Ровно два года назад здесь, в Анапе, мы проводили семинар, и очень успешный. А в результате двухдневной работы появится комплекс предложений. Его направят на рассмотрение в Министерство иностранных дел стран-участниц. Потребуется время на согласование, однако, конечная цель – сформировать международный документ межправительственного уровня. Высокий курортный сезон стал настоящим испытанием не только для города Анапа. Сельские округа выдержали настоящие испытания водой. Анапский водоканал прошел проверку на прочность, не допустив долгосрочных отключений. Самая сложная ситуация была в станице Гостогаевской. При потреблении воды в 1500 кубометров в сутки зимой, этим летом потребление увеличилось более чем в два раза. Многочисленные отдыхающие и засушливое лето увеличили расход воды до 4000 кубометров в сутки. Оборудование выдержало, но руководство водоканала приняло все шаги, чтобы подобная ситуация не повторилась. Вот уже 20 лет машинист насосной установки Геннадий Пасько следит за тем, чтобы станица Гостогаевская была обеспечена водой. Насосная станция Фадеевского водозабора, которую он обслуживает уже третий десяток лет, всегда справлялась со своей задачей. Но в этом году на станции возникли проблемы. В месезонье воды хватает, по большому счету скважины работают, этих шести скважин хватает. А вот когда начинает засуха, начинаются поливы, воды много требуется, вот тут станица разрастается, вот тут уже воды не хватает. И решили пробурить скважину. Ну теперь скважину пробурили, дела пойдут совсем по-другому. Уже будет, конечно, совсем легче. Седьмая скважина с артезианской водой уже пробурена и обеспечена необходимым оборудованием. Кроме этого, параллельно был решен вопрос о замене насосного оборудования и строительстве электролизного аппарата. Новая техника заменит морально устаревшую, на которую даже запасные части удавалось найти с трудом. Водозабор Фадеевский построен более 30 лет назад. Старые насосы уже свой ресурс изработали, более 30 лет им. Запчасти, даже сейчас что-то купить, это уже сложно. Не упускаются на такие насосы. Мы приняли решение приобрести новый насос, виловский импортный насос, который не требует, в принципе, обслуживания большого. У него большой ресурс, большой запас мощности, он более экономичный. Новое насосное оборудование потребляет на 40% меньше электроэнергии и имеет отдельный электронный блок управления, который обеспечивает стабильную работу. Раньше, после скачка или отключения электроэнергии, коммуникации испытывали высокие перегрузки от гидроударов. Теперь эта проблема решена. А заодно исчезнет проблема внезапных прорывов труб, с которыми специалисты сталкивались ранее. Сейчас идет сертификация нового оборудования и тестовые запуски. Но руководство водоканала уверено, нехватка воды в станице Гастагаевской больше не грозит. В Анапе привито от грипп уже более 46 тысяч человек. Вакцину получили практически все, кто входит в льготную категорию. Дети, беременные женщины, пенсионеры и студенты, работники бюджетной сферы и люди с хроническими заболеваниями. Особое беспокойство сегодня у медиков вызывает ситуация на предприятиях. Руководство многих из них не торопится прививать своих работников. Есть такой термин оптическая выгода. Когда нам кажется, что мы сэкономили, на самом деле мы потеряли гораздо больше. Если любой из работодателей задумается, такая ли большая цифра 313 рублей, которые мы выставляем в счет за одного вакцинированного с учетом вакцины, всех мероприятий, осмотр терапевта, измерения температуры, все, что связано с вакцинацией, то есть это полная комплексная цена. За одного человека 313 рублей. Средняя численность предприятий человек 70. 21-22 тысячи деньги небольшие. Это те деньги, которые вы зимой можете потерять легко, если один из ваших сотрудников, из 70, выпадет из строя. Уйдет на больничный лист, заболеет или, не дай бог, что-то более серьезное еще произойдет. Поэтому цена, на мой взгляд, небольшая. Сегодня медики готовы привить на платной основе не менее 20 тысяч человек. Помимо этого, на предприятиях остались те, кто имеет право на бесплатную прививку. К примеру, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Для них зарегистрировано порядка 4,5 тысяч вакцин. В городе-курорте представили спектакль, агитирующий детей и молодежь беречь себя и свое здоровье. На трех площадках прошел муниципальный этап краевого конкурса. Организаторы говорят, что спектакль, сделанный с душой, может быть достаточно эффективным инструментом профилактики, а труд актеров и режиссеров не пропадет впустую. Песня «Доктор Айболит» «Доктор Айболит» спасает лесных жителей после того, как Баба Яга угостила их своими зельями. Это своеобразные театральные миниатюры. По условиям нужно уложиться в 30 минут. Есть те, что рассчитаны на детей. Есть постановки, в которых подростки фактически обращаются к своим сверстникам. Главное, чтобы он меня любил, чтобы подошел ко мне и сказал, «Наташа, ты самая реально клевая девчонка на земле!» Молодые люди из станицы Анапской репетируют. Юлия Смагина занимается в местном Дворце культуры. В мини-спектакле она играет девушку из детского дома, которая испытывает переживания, свойственные для многих подростков. Говорит, что роль интересная, потому что героиня – ее прямая противоположность из-за не самых простых жизненных обстоятельств. Готовились в очень таком ускоренном темпе. Очень много работали. Родители пугались, как я дома репетировала, кричала. Считала свой монолог. Подготовка у нас на высоком уровне. Мы верим, что мы справимся все. Всего в конкурсе принимают участие 13 коллективов. Мероприятие проходило на трех площадках. В Центре культуры Родина, в Дворцах культуры Станицы Анапская и поселка Виноградный. В зале – школьники, в жюри – представители городского управления культуры, режиссеры. По их мнению, подобные спектакли – неплохой инструмент для влияния на детскую и подростковую среду. Нужно будет показывать, но показывать, наверное, такие лучшие программы, лучшие образцы. Ведь не зря он не просто там как фестиваль, а как конкурс на лучшую программу. Даже ту аудиторию, перед которой выступают эти дети, наверное, если находит живой отклик, то, безусловно, работает все. В Анапе действует программа «Антинарка». Только за первое полугодие прошло более 1200 мероприятий с аудиторией свыше 80 тысяч человек. Власти считают, что показ спектаклей не ограничится конкурсной программой. Эти постановки программы «Антинарка» проводятся в месяц однозначно раз, как минимум. Поэтому, когда у тебя есть уже готовая постановка, ее есть кому показывать, ее всегда есть кому показывать, то это просто замечательно. Это готовый, хороший, душевный, психологический материал. Трех победителей муниципального этапа отметят дипломами и ценными подарками. А как минимум одна из работ примет участие в краевом конкурсе. С начала года почти 15 тысяч кубанцев получили единовременное пособие при рождении ребенка. Выплаты происходили по линии соцзащиты. Денежная помощь при рождении ребенка с 1 февраля этого года составляет 15,5 тысяч рублей. При рождении двух и более детей единовременное пособие выплачивается на каждого из них, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Выплаты назначаются одному из двух родителей в том случае, если ни один из них не работает, обучится по очной форме обучения или не зарегистрированы в Фонде социального страхования России в качестве страхователей. За назначением пособия граждане могут обратиться в органы социальной защиты в течение полугода с момента рождения ребенка. Позднее право на получение социальной поддержки будет утеряно. Завтра день тишины перед выборами президентов школ, которые пройдут в эту пятницу. Сегодня состоялись последние дебаты, в ходе которых будущие избиратели смогли ознакомиться с программами участников и задать вопросы. Кандидаты обещают мячи и другой спортивный инвентарь. Больше кружков и секций. Максимально разнообразить вонеклассную школьную жизнь. Каждого из кандидатов выдвинул класс. Все они написали заявление в одвижении. Избирательные комиссии сформированы на базе администрации школ. Победители войдут в ученические советы, где смогут вырабатывать предложения уже на городском уровне. Муниципалитету это дает развитие молодежной политики. Мы конкретно направляем свою деятельность на это. То есть молодежная политика в данный момент это основополагающее. Мы работаем на будущее. Добро пожаловать домой. Анапчанки, воспитанницы 4-й спортшколы Дина Воронина и Дарья Типчук, которые завоевали серебро на первенстве мира среди юниоров по самбо, сегодня вернулись. На вокзале их встречали родные, тренеры и болельщики. Как признали спортсменки, самбо они занимаются с 10 лет. И по словам девушек, этому виду спорта, что называется, душа потянулась. Своими впечатлениями Дарья и Дина поделились с нашей съемочной группой. Сам уровень этих соревнований, обстановка на этих соревнованиях совсем другая, чем были ранее. Хочется вернуться и еще раз в финал, еще раз побороться с ним, с Игорем. Напомним, соревнования прошли в румынском городе Плоеште. Они объединили свыше 370 спортсменов из 30 стран мира. Россия, Армения, Румыния, Марокко, Корея, Франция, Германия, Канада и других. Мы поздравляем наших спортсменок с достойной победой. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.